Судьбу добром не подбодрил, это значит... Ты не мил? Здравствуйте подписчики, здравствуйте зрители! С вами Кирилл Ржевский и продолжение прохождения игры Resident Evil 7, второй сезон, восьмая серия. Наконец-то, наконец-то в прошлой серии мы победили, победили Маргарет Бейкер, забрали у неё фонарь и теперь сможем пробраться, точнее уже практически пробрались в таинственный алтарь. Что же нас там ждёт? По сути, Джека мы тоже убили, но не факт, но не факт, учитывая, что все злодеи, ну практически все злодеи постоянно перевоскресают, как в случае с Вескером, например, то я что-то как-то и не уверен, что мы убили то ли Маргарет до конца, то ли Джека до конца, а ещё Лукас впереди, учитывайте, да, народ, именно так. Так, именно так, ну что ж, заходим, не будем разглагольствовать, заходим в этот алтарь. Я снизил немножко яркость, как-то реально было слишком ярко, я немножко её снизил. Давайте посмотрим. Тут всё темно, то есть освещается всё только за счёт фонарика Итона. Капец. Тут ничего нету, какие-то ненужные записки, собственно, давайте посмотрим. Еб, что такое? Брак, что ли? А, это мячик катится. Катится мячик. Ну тут вот, Миками нас, собственно, и пытается запугать. Или кто-то Фабиано уже создавал, я уже не помню, Resident L7 тоже Фабиано, или ещё Миками создавал, я ещё уже и не припомню. Ну, в общем, кто-то из них пытается сейчас на меня запугать, вот этими вот своими резидентскими штучками. Так, тут у нас какой-то рисуночек, рисунок, я бы сказал даже. Эвелина. Да, Эвелина, это вам имя ни о чём не говорит, а мне она о многом говорит, на самом деле. My family, my family. Ну, короче, я нарисовал её, видимо, себя и свою типа семью. Ничего нету. Буду стараться и рассуждать побыстрее, и играть побыстрее народ. Потому что, если я буду рассуждать по два часа, то я буду эту игру век проходить. А тут можно по два часа рассуждать, например, рассказав об этом велосипеде, что у меня, похоже, есть. Как это старьё. Ну, не суть, не суть. Так, открываем шкафчик. Еб... Что это, правильно, что это такое? Что это такое? Так, тут у нас картинка, видимо, с крыльями, с крыльями бабочки, или я не знаю, что это такое. Ой, вот даже глаза нарисованы. Глаза. То есть, то ли это гром, то ли это молния, то ли это крылья бабочки, непонятно. Ну, и не суть. Это чё такое? Это чё такое? Что это, медведь? Давайте открываем. Дальше пройдём, посмотрим. Обычная комната, собственно, ничего пока что примечательного такого нету. Не считая того, что просто прокатился мячик. Ну, он может катиться, мало ли, тут коты живут, или что-нибудь такое. Вон у меня кот живёт постоянно, что-то в квартире катится, ё-ка. Я в твою мать, я уже обосрал. Ну, да не суть. Ну, да не суть. Так. Вот, уже какие-то шаги слышны, непонятны. Куклы падают. Вот опять, это слизь, или что это такое? Это тут ерунда. Какая-то ерунда. Записка, давайте посмотрим. С ней что-то не так. С кем с ней-то? Неужели они говорят про Эвелину, что с Эвелиной что-то не так? И тогда это уже будет, на самом деле, страшно. Это будет страшно и печаль-беда. Потому что если с ней будет что-то не так, то она нас всех растормошит. Это ещё в лучшем случае. Так давайте, что-то за охренем у нас происходит. Давайте, наверное, аптечку применим. Анальный секс. Какого чё? Простись и бой, Соня. Пора ужинать. Эй, открой дверь! Стой, дверь тебе! Вот так! Прокачу тебя с ветерком! Нет, 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 нет! Стой, это не время слёз, не сопротивляйся её. Если ты не найдёшь, я знаю, что я не могу ни на что превращаться после всего, что я сделала. Раз достанутся другим. Куда это ты собрала? Круто, а? Куда лучше, чем подыхать? Это сто пудов. Папа, да? Ты не против, если я беру маму ненадолго? Я умела тебе убираться! Что? Не веришь мне? Ну, это радость! Я её не поделаешь! Ха-ха-ха! Жизнь неделя упорного труда! И вот, наконец-то! Наш шедевр! Всё это тебя! Зои, подними жадницу! И марш домой! Готов поговорить! Ха-хочешь, чтоб я его вылечил? Я не могу больше, она и войдёт! Идём, он её ждёт. Что? Что? Что происходит? Кто это сказал? Я уже начинаю паниковать. Опять мячик. Ой, опять дверь. Похожа, как в подвале. Комната с кроватью. Домик какой-то. Игрушечный или какой-то непонятный. Тут какая-то. Похоже на запчасть от автомобиля, если честно. Какой-то. Это, видимо, какая-то схема. Видимо, в этом доме что-то находится. Вот, кружок вот этот красный отведён. Что-то там вот и находится, значит. Капец. И что это нам даёт, я пока не понимаю. Пока я не понимаю. Пока я не понимать. Вот тебе и алтарь. Вот тебе и алтарь. Надо было и эту серию назвать. Таинственный алтарь, а не позапрошлую. Ладно. Что-нибудь сейчас-то произойдёт. Я надеюсь, потому что я не понимаю пока что. Сейчас сделать надо. Так, опять что-то шевелится. Я постараюсь вести себя потише. Чтобы не навлечь проблем. Но мы здесь ничего не получили. А это что значит? Это значит, что мы что-то сделали не так. Или не всё как следует осмотрели, что ли. Понятно. Непонятно. Да нет. Что-то нужно ещё тут сделать, видимо. Сто пудово. Что-то мы и не сделали, значит. Скорее всего. Надо вернуться, посмотреть, что мы там не сделали-то. Может, тут ещё какие-то выходы есть? Может, я просто не всё посмотрел. Тут же плохо всё видно. Да нет, только тот выход. Больше идти некуда. Сюда только. Тут какие-то заставные стоят. Непонятные. Так, может быть, нужно стрелить. Нет. Вот что-то ещё. Я пока не понимаю, народ что делает, в принципе. Я забыл. Там схема была. Там была схема. Только что она нам даёт, непонятная схема. В принципе. Давайте внимательно здесь всё осмотрим. Так, тут ничего нету. Ну, эта дверь сама закрылась. Это не мистика. Вот, что-то с этим рисунком. Вот, смотри. Давайте посмотрим внимательно. Посмотрим, подумаем. Что-то находится вот в середине. Вот кровать стоит. Вот кровать. Мы только что её обошли. Справа вот этот домик. Она, видимо, нарисовала это. Ну, кто это рисовал? И вот в середине какой-то кружочек. Что-то обедено. Что-то нужно. Может, то ли сбить, то ли что-то ещё. Давайте посмотрим, что мы можем сбить. Пока что я ничего здесь вообще не вижу. Так, стоп. Может, надо внимательно эту стену осмотреть? Вообще непонятно. Вот кровать. Вот она кровать нарисовала. А-а-а. Кажется, понял. Понял теперь. Вот, блин. Рисунок-то. Вот же рисунок, а. Теперь всё понятно. Ну да, народ, извиняюсь, задержал немножко времени. Ну ладно, ничего страшного. Но если бы проходил бы всё идеально, кому бы это было, собственно, интересно? Кому бы это было интересно? Есть специальные игрофильмы. Есть специальные, которые проходят без комментариев, чисто как сериал-игрофильм. У меня же чисто от человеческое прохождение с ошибками и прочей всех у неё. Ну не суть. Рука серии D. Вот её нам и нужно добыть. Это что же, придётся с ними, так сказать, совокупляться, трахаться и ебаться? Как будто кончил, сказал. Такое чувство. Рука серии D. На бирке написано D002. Трудно себе представить, что бы это для кого-нибудь сгодилось. Так, давайте. Посмотрим. D002. 002 это полиция, мусорня. Ладно, это бред сейчас я сказал, на самом деле. Короче, просто давайте вернёмся. Блин, а вот эта девочка опять. Скорее всего, это и есть Эвелина. Собственно, и к гадалке не ходит. Вот это, собственно, так оно и есть. Блин! Опять это скотина. Меня же даже просело. Слушай. Слушай, ты. Я в Ривилочи не такой, блядь, прошёл скотину Ивана. Сука! Тварь, блядь! Долбоёб! Охуевший, блядь! Что такое? А! Мы тут отсюда начали, отлично! Боже, сейв! Я тебе сейчас трескну. Пошёл нахуй! Невбиваемая говнина, блядь! Сейчас трескну! Сейчас трескну, блядь! Иди нахуй отсюда, блядь! Пошёл! Ах ты! А, блядь, у меня больше ничего не нету. Кроме огнемёта. А, мне ничего, кроме огнемёта нету. А, что делать, народ? Всё, делай, наконец-то. У меня ничего, кроме огнемёта, больше и нету. Чё у меня ещё-то есть? Да ничего у меня нету. У меня патроны всё закончилось вообще. Аптечки только осталось. Аптечки только остались. Тут ещё сейчас будут попадаться эти придурки. Но это, с одной стороны, хорошо. Это значит, что мы правильно всё делаем. А ну, у вас тебе нафиг. Что? Что? Куда идти, блядь? Запутался уже с этими, блядь, дверями. Блядь! Пошёл нафиг. Всё. Убираем фонарик. А, его не убрать. Ну да ладно, всё. Я не знаю, что делать. У меня закончились патроны. Ну, собственно, я всё просрал на Маргаре. Ну да, опять начинаю материться. Вроде бы вначале нормально начал. То есть, так, в принципе, адекватно. Сейчас опять материться. Ну, понятно, почему. Опять звонки. ЛООО! Нужно иметь телефон не ниже айфона 6s. Как я должна это делать? Объясни, что бы вы сделали на моём месте? Шалопай. Ещё раз. Где ты будешь меня ждать? Я не понимаю. В каком нафиг прицепе? Так, давайте посмотрим. Честно, я не понял, где она будет меня ждать. Так, давайте откроем карту. Посмотрим. Ой, рука серии Д. Куда её применять-то? Я вот этого не понимаю. Вот же сюда, наверное, применять. Нет, нет. И куда-то не принять. Не поняли. Я опять, опять забыл засечь секундомер. Опять. Да, именно так. Опять забыл засечь. Блин, капец. Не знаю, сколько я прохожу. Минут 10 точно. А там видно будет. Нам нужно минут на 30 записать. И, собственно, нормально. Так, ну, по-любому уже в дом Маргариты мы не возвращаемся. Это по-любому. Нам нужно просто идти вперёд. И там уже будет видно, собственно, что тогда. По крайней мере, я так думаю. Если что-то будет не видно, то, скорее всего, Итан подсветит фонариком. И всё будет нормально. Я думаю, тут он работает автоматически. Начинаются проситки. Ну, ладно, что теперь поднимать. Пусть. Пусть будет. У меня всё-таки компьютер, не приставка. В компьютере всегда бывают косяки. Так, ну чё, давайте сохранимся. Наверное. А, вот телефон. А, понятно. Прицепь. Вот прицепь. Это есть прицепь. Иди нахуй. Это когда в сообщении об ошибке тебе рекомендуется выполнить некие действия для того, чтобы её исправить. Что, блядь? Какого хуя? Ну, блядь, как охуяна быть видеоблогером? Сука, пизда. Я бы никогда бы не купил бы, блядь, видюху. Иди нахуй. Ну, хуй знает. Сейчас. Шо, ёбнутый, блядь. Да? Ребят. И среди вас находятся люди, которые говорят, что плойка за 50 тысяч сегодня у перекупов это дорого? Вы чё, долбоёбы, блядь? Они реально... Вот я сегодня наткнулся в комментарии, где там новость была, типа, в МВД завезли новую партию плойок, и все пишут, бля, ёбаные перекупы, ёбаные перекупы. Вы чё, реально... В Белгороде у перекуп... Хуй знает. Особенно в такое-то время, блядь. То есть... Блядь, в это время ты реально хочешь собрать компьютер. Ну, ты идиот, блядь. И только консоль. Всё. Никаких вариантов. ПК или... Только консоль. Всё. Но... Да ну хуй знает. Я проебался. Я, сука, если бы, блядь, идиота кусок, я не продал свою. Сука, 1080 Ti, блядь. Всё было бы нормально, я бы... Ну вот, Лукас, блядь. Вот вам и Лукас. Стал свои условия ставить, блядь, Мия и Зоя у него. Охуевший. Охуевший дип, одним словом. Тут больше сказать нечего, блядь. Извиниюсь за мат. Так что... Быстрее детей подальше от экрана. Сейчас бата будет много, потому что сейчас Лукас, он меня больше всего бесит. Пролодильник. Ну чё там, холодильник-то? О, ёпт, твою мать. Что это такое? Вот. Записка. Легавый ждёт тебя в секционной в подвале. Сука. И что? Секционной в подвале? Ну, допустим. Пошли в подвал. Только я, как бы, знаю... Ну, я один. У меня девушки нет, чтобы в подвал с кем-то идти. Ну, да ладно. Ася, Легавый ждёт тебя в подвале. Так, давайте... Что тут можно взять-то ещё из... Давайте, наверное, возьмём вот эти вот патроны. Возьмём Альберт пистолет, потому что у меня больше ничего и нет. Ну, и нормально, собственно. Так, сделаем. Сейчас. Как его? Действующая копия пистолета. А, действующая копия пистолета. Даже там три патрона стоит. Три патрона. Они недоступны. Они недоступны, потому что это копия. Понятно. Эти патроны вообще не действуют. И что теперь делать, я не знаю, народ. Что теперь делать, я не знаю. Давайте, наверное, попробуем соединить. Ну, это нам уже точно, скорее всего, не нужно. Так, я так думаю. Блин, не то. Куда я делаю? А, сюда. Так, соединить. Ага, нельзя соединить. Ладно, это мы оставим. Короче, всё оставляем. Нас кто-то ждёт в подвале. Давайте ещё раз прочтём. Я немножко не понял, где конкретно. Что там да как. Секционы в подвале. Ладно, давайте сохранимся. В секционной в подвале. Так, ладно, понятно. Ничего, сейчас мы тебе покажем этот Лукас. Это вообще ужас просто, этот Лукас. Ну, те, кто играл, народ, те знают, что это просто ультра-самолюбящий долбоёб. Извиняюсь за мат, но это так. Это просто злодей, которого, ну, просто невозможно выдумать, наверное, хуже и подлее, чем этот Лукас. Просто, наверное, невозможно такого сделать, я так думаю. Просто нереально. Вы можете считать, как хотите, но я считаю, говорю так, как я считаю, что, ну, блин, это страшный человек просто. Это даже не человек, это не знаю, кто это, но точно секционная. Короче, секционная. Давайте найдём эту секционную. Ну, тут, скорее всего, сейчас будут нас встречать наши любимые... Так, это не секционная, нет. Наши любимые зомби, неудобные, вот эти вот. Нет, видимо, нужно бежать дальше. А, да, да, сохранение прошло, автосохранение, значит, всё правильно, мы идём. Давайте готовить пневмёт. И у нас очень мало... Ой, коглец. Эту бабку можно, в принципе, не бояться, но её и подвинуть даже не можем. Села, блин, посреди прохода и сидит. Ну, ладно. Мы должны найти, получается, то ли одну карточку, то ли две карточки, чтобы попасть в ту территорию, где находится Лукас, собственно. И... И спасти, блядь, Мию и Зою, что ещё делать, разумеется. Блядь! Как ты с... Ну, как бы... У них не действует, как меня. У них плохо действует. И как ей в эту хуйню... И как ей в эту хуйню будет, это не действует на этих... На этих врагов не действует, на этих лизунов это не действует. Серьёзно. Это действует на мошек всяких вот этих летающих тварей. На них это действует. На таких врагов, как лизуны, вот эти вот, на них это не действует. Такая штука. Серьёзно. Я уже второй раз проигрываю, и просто подконов только нет. Вообще нет подконов. Ага, с нажал, бивать бесполезно. Бесполезно этому... Дурачка. Так, ну давайте, наверное, что сделаем. Блядь! Уйди! Уйди! Ну, да открой, закрой! Закрой, блин. Ты, сука, какой ты тупишь? Давайте применим аптечку. Надеюсь, мы найдём патроны. Я заебался. Я так заебусь бегать от всех. От всех и вся. Похоже, наступило... Чё-то наступило, похоже. Нет, этого трупа здесь точно не было. Докажи, что ты наста... Отключить обратно. А-а-а, засунуть руку. Скажи спасибо, что ты в жопу засуял. Ты апдейт и винды-то нахуя отключил? Ну, какой-то сам себе злобный буратин. Особенно, если ты установил какую-нибудь школьную говносборочку. Это ключ со змеёй. Это не карточка. Это ключ со змеёй. Ребят, он, по-моему, даже подешевел. Он подешевел. Он подешевел. Какого хуя, блядь? За 90. Я помню, ты говорил, ты брал за 90. 80 с чем-то я его брал. Ну, что это такое? Ну, я думаю, моя видеокарта... Две карточки ключа. Понятно. Две. Не одна, а две. И ключ, вокруг которого обвилась мультифицированная змея. Ну, двери со змеёй мы тоже много где видели. Но, опять же, мне страшно, потому что... Вот почему, блядь, мне страшно. Именно поэтому. Давайте, наверняка. Просто. И сразу враги побежали. Ну, разумеется. Ну, конечно. Блядь! Куда ж без этого так? Куда же, блядь? А, вот. Бежим. Ну и куда-то закрывай, блядь! За собой, долбоёб! О, патроны, походу, получили. Это тут нельзя на паузу поставить. Ну, хоть два патрона для ДПК. Хоть что-то. То хорошо. Не, сюда они, видимо, не вошли. Блин, в Ре-8 легче. Там просто инвентарь, как Resident Evil 4. Там намного легче в этом плане. Там ты зашёл в инвентарь, тебя никто не убьёт. А тут тебя могут, блядь, убить. Как Resident Evil 5. Я, блядь, поэтому и говорю, что здесь Resident Evil 5 копия инвентаря. Вообще, блядь, в копию абсолютно. Так. Чё у нас ждёт здесь? Ой, эпоксид. А с чем мы можем смешать? О, вот, получили. Ой, это хуйня. Ну, блин, ну я не знаю, будут ли ещё такие враги попадаться, в принципе. Где понадобится вот этот вот огнемёт. Я не знаю, народ. Я не знаю. Блин, лучше бы дали патроны от дробовика там побольше бы ещё. Там не знаю, чё ещё-то дали. Такой огнемёт. Ну зачем мне этот огнемёт нужен-то, в принципе. Давайте осмотрим. О, вот это вот нужная вещь. Так. А, его ничем... А, мы же же смешали. Мы могли бы с эпоксидом смешать и получили бы аптечку. Ну ладно. Ладно. Чё теперь делать? Чё теперь делать? Так. Просто идём дальше. А у нас ещё много дверей с измерением. А, мы просто получается обошли. Блядь, сука! Мы просто обошли, получается. Да, мы обошли, получается. Я такую нюх. Просто так выходим из подвала, сохраняемся, потому что у него страшно. Это как вообще, в принципе, происходит? Да, выходим у нас в нафиг. Закрывай за собой дверь сразу, закрывай. Я всегда стараюсь, когда враги гонятся, сразу за собой закрывать двери, чтобы потом не ухомиться. Да, народ. Вот сейчас ситуация реально страшная. Патронов нету почти. Ну, два дробовика, ладно. Вообще больше ничего нету, в принципе. Я не знаю, нужна ли нам эта вот турка серии D. По-моему, она нам сейчас не нужна. Можно просто её выбросить. У нас этот психостимулятор даже есть. А его смешать можно? Да нет, ёп. Или нам нужна эта рука серии D. Мы же зачем-то её... Короче, пока мы её оставим, пока что. На всякий случай. Мало ли попригодится. Так, смешать. А мы ни с чем... Она просто сама по себе применяется и всё. Так давайте сохранимся. Так. Так, 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 так. Ну и бежим, собственно, вперёд. Что ещё? Думать-то, гадать. Там на втором этаже ещё, собственно, двери со змеёй-то есть. И чувствую, так просто нам не дадут. А, ну тут понятное дело. Возвращаемся обратно. Тут понятно. Самое главное, самое важное. Забыли. Это выкинуть ключ. Этого самого. Забыл. Называется. Ключ. Ключ с этим... С вороной. Да, с вороной мы уже всё обошли. Нам он не нужен просто. Это просто трата слота. Не слота Яндекс Елды, а слота, блин, этого самого. Инвентарь А. Резидента УСИ. Да, представьте себе. Это слово слот фигурируется в разных ситуациях. Тут враг. И я сомневаюсь, что нам два патрона как-то помогут его убить. Я очень на этом сомневаюсь. Поэтому просто его оббегаем. Блядь! Пиздец какой-то. Что происходит? Он же внизу был. Он говорит... О, а их двое, ёбаные. Ой, понятно. Всё, всё понятно. Давайте их оббежим. Тут, в принципе, локация такая довольно оббегаемая. Можно их оббежать. Большинство. Всё, оббегаем их просто тупо. Потому что, как пес, я не хочу с ним сейчас долбиться. Вот, собственно, вот змея. Так, давайте применим. Ну, закрывай за собой дверь. Ну, ёбаный врод, ну, Итан, ну, ты за собой в лифте родился или как? Тебе не учить за собой дверь закрывать? Тут комната, просто комната. Давайте осмотрим. Какой это человек? Джек поступил в морскую пехоту. Это Джек, серьёзно? В 980-й год Джек поступил в морскую пехоту. А, ну, в принципе, да. Ну, молодой здесь прямо. О, вот это прям хорошо. Прямо молодой здесь какой-то. И чё? А? Ничего. Хуй, ва чё? Тут ничего нету вообще, в принципе. Опять эта бабка, ты ёптую мать. Она мне уже заколебала, если честно. Точка. О, пистолет. Вот, потихоньку восстанавливаем. Только мало дали. Дали бы хотя бы патрончиков 15. Чё-то как-то реально мало дали. Вообще капец. Реально мало. Непонятно почему. Так, тут часы. А часы у нас, насколько я помню, внизу стоят. Там можно проделать. А, или нет. Так. В то же время, что и на остальных часах. А, ну да. Это те, которые внизу. А я думаете, я помню, что там внизу какое-то время внизу. Я этого не помню. Так. Тут, может, где-то стоят часы. Ценные фотографии. И что? Тут спрятано что-то интересное. Найди, если смотришь. Трава. Нормально. Ну, вот с аптечками нам прям везёт. А вот с патронами чё-то не особо как-то. Нам патрончики набрать надо. Враги прибавляются, находят, так сказать, волыны, толпой. А нечем мы их, блядь, побеждать. О, инвентарь. Ну, это тоже неплохо, на самом деле. Три клетки это вам, блин. Так, давайте посмотрим, собственно. Может, здесь есть часы, с которыми можно сориентироваться и посмотреть время. Так, давайте здесь посмотрим. Может, здесь часы есть. А здесь, опять девочка с котом. Как у меня, глин, Дуэйн, вот он спит. Точно такой же кот. Да, я уже вам его показывал. В каких-то из частях. Вот он, да, такой же кот у меня. Вот он прям живёт. Да-да-да-да, точно-точно такой же кот у меня. Вот он лежит. Спит вот сейчас, блин. Я вообще не понимаю, почему люди боятся чёрных кошек. Типа, вот эти всякие тупые, тупорылые легенды. Типа, чёрная кошка перебежала дорогу. Типа, чёрная к несчастью. Блядь, это просто, сука, цвет. Это просто, блядь, цвет природы. Это цвет, блядь. Это как радуга. Есть фиолетовый, есть розовый, есть чёрный. Это просто цвет. Я не знаю, почему этот цвет ассоциирует со страхом. Просто цвет такой. Ну, цвет, блядь, такой. И всё. Он просто чёрный. Ладно, не будем разлагольствовать. Так, давайте, собственно, посмотрим время. Тут где-то стояли часы. Я это точно помню. А где? Респавнятся враги. Ну, ладно, давайте мы тогда пойдём туда, посмотрим. Ну, где будет главный поле? Блядь, они что, за мной ведутся, что ли? До сих пор серьёзно? Вы серьёзно, вы издеваетесь? Не хочу переигрывать. Блядь! Пиздец. Три часа... Блядь, не могу посмотреть. Сука, бежит за мной, еблан. Иди нахуй отсюда, блядь. Пошёл в жопу, в пизду иди. Иди нахуй. А 10 часов 15 минут. Всё, увидел. Увидел, пошли, пошёл нахуй. 10 часов 15 минут. Всё, пошли. Три, отсюда быстрее. 10 часов 15 минут. Всё, запоминаем это время на всех часах. 10 часов 15 минут. Так, здесь они вверху не респавнятся. Сука, они вверху респавнились, блядь. 10 часов 15 минут. Быстрее бежим. Закрываем, всё. 10 часов 15 минут, давайте. Вот так. Всё. Всё, решено. Решено, да. Именно так. Ну, это не сложная головоломка. Просто чисто... Чисто... На внимательность. В принципе, вообще вся серия Resident Evil Это серия на внимательность. Просто на внимательность. Не каждая игра этим похвастается, Но это серия на внимательность. Тут пятна крови, кстати. Ёбка. А вот и карточка-ключ красная. Осталось синюю найти. Сохранение. Надеюсь, мы тут найдём не только карточку-ключ, Но ещё хотя бы патрончики какие-нибудь. Улучшенные. Улучшенные пистолетные патроны. Да-да-да, улучшенные. Вот это уже здорово. Вот это уже хоть какое-то противостояние. Самое главное ещё не прокосить бы. Тут нет. Тут нету. Я бы сказал, ничего. Ох, ё-моё. Серьёзно. Паук такой? Что это такое? Или вдова, или паук. Что это такое? Я не понимаю. Проход. Вы вот. Куда я попал? А, это подвал. Это подвал, народ. Это подвал. Мы просто отперли двери с подвалом. Мы сюда добрались. Так, а куда нам идти дальше? Вот ещё вопрос. Вторую карточку ключ надо искать. Я уже, честно, я сбился. Я не знаю, я забыл, сколько мы уже играем, в принципе. Но одну карточку мы нашли. Теперь нужно найти вторую. Может, это фотография нам что-то подскажет. Тут спрятано на что-то интересное. Найди, если сможешь. Что это за место, в принципе, непонятно. Соединить не с чем. Так, а давайте, наверное, народ, знаете, что мы сделаем сейчас? Используем психостимулятор. Блин. Оно закрылось. А нам... А, нам по-любому отбегать надо. Нам по-любому... Там дверца закрылась. Нам по-любому через подвал надо отбегать. Тут вариантов других нет. Придётся. Как бы я этого не хотел, но придётся. Просто отбегаем. Блин, я психостимулятор исполнил. Ах ты, сука. Блядь. Вы убивай, мое говнище, блядь. Я играю на норму или нахуй. Что за хуйня? Это хард нахуй какой-то, блядь. Залупа, блядь. Ебать! Вы издеваетесь надо мной? Или как, блядь? Или что? Нахуй идите! Долбоёб, блядь, Фабиана. Хуль ты сделал? Я играю на норму или ты мне, блядь, делаешь так, как будто я играю, блядь, на харде ебаном. Я не понимаю, что тебе от меня надо. Хуль ты так на ровку-то рисуешь, блядь, дохуя? Я бомбить уже начинаю. Сейчас мем уже будет. Да не бомбит у меня! Да-да-да-да, не то слово, что не бомбит. Короче, нет. Не хватает. Не хватает. Блядь, ни одного врага невозможно убить с этим количеством боеприпасов. Ни одного, блядь, врага. Пиздец. Просто, блядь, пиздец. Я не знаю, что ещё делать. Понятно. Блядь, убирай. Сейчас они пробьют. Да, блядь. Так, давайте. Соединим. Ипать. С красным эпоксидом получаем ультра аптечку. Да, с аптечками вообще нормально всё. Вообще здорово с аптечками. А вот с патронами жуткая вообще печаль беда. Вообще печаль беда. Ну, вроде они сюда не проходят, насколько я вижу. Но мне как-то всё равно страшно. Может, пойти так, потише. Может, так мне не респавниться. Не знаю, не знаю. Может, просто бы... Блядь. Блядь, не туда побежал. Долбай, ебать! Сколько врагов! Ебануться можно! И как я буду вас побеждать-то? Дей... Чё за хуйня, блядь? Дайте мне мину а-ля Ре-8. Дайте мне, сука, мину хотя бы какую-нибудь. Дайте мне герцога, пожалуйста, сюда, блядь. Я заебусь эту хуйню проходить без всего. Без прокачки оружия, блядь, в Крит-4. Без герцога, сука. Как я эту хуйню проходить-то? Как, блядь, я не понимаю. Нету ничего, что нам поможет. А-а-а, инвентарий 5, сука. Пиздец, иди нахуй. Всё, всё, отбежим. Иди нахуй! Быстрее, бежим отсюда. Я уже заколебался, честно говоря, народ. Я заколебался. Так, первую карточку ключ нашли. Кое-как нашли. Давайте быстренько сейвиться. А-а-а, мы же не собрали этот самый. Ну ладно, сейчас попробуем. Это очень важно. Лишняя аптечка не помешает. Так, так, да. Лишняя аптечка не помешает. Придётся вернуться за... Эпоксидом этим самым. Красным. Лишняя аптечка большая. Нам ни в коем случае сейчас не повредит. Может, присиди, и вернулся. Ахуй там, блядь. Ах ты, какой ты. И что теперь делать? Бежим! Бежим! Ебать! Прорываемся, блядь, эту пыню. Закрывай дверь с тобой. Как я пробью? Я не знаю как, но мне получилось без урона пробежать. Через это всё волныно. Получилось, народ. Давайте соединять. Да, получаем ещё лучше. На аптечку ещё раз сохраняемся, разумеется. Так, одну карточку ключ мы получили. Теперь нужно получить вторую. А где ещё двери со змеями, со змеёй, я не помню. По-моему, они на втором этаже где-то. Хотя... Давайте, наверное, знаете, куда сейчас вернёмся? Кажется, я знаю, куда. Сюда, наверное. Скорее всего. Или здесь ничего. Я не помню, я не помню, честно, что здесь вообще. А, это-это ворона. Ну, ворона... Где ворона мы уже были? Блядь. Вот дверь вороны. Зря. Надо вернуться. Зря я выбросил ключ вороны в инвентарь. Есть ещё. Тут просто дело в том, что здесь не говорят, что, типа, ключ вам больше не нужен. Выбросите его. Как это вот в начальных частях из Дендыова. Тут все ключи до бесконечности. То есть ты сам должен игру просмотреть и понять, что ключ уже тебе точно не нужен. А там, возможно, боеприпасы, вся хуйня. Поэтому давайте ключ вороны мы заберём снова. Вот ключ с вороной. Так что да. Там ещё, тем более, врагов нету. Как раз всё отлично. Там могут быть полезные боеприпасы. Лишь бы это не колба... То есть не колба, а этот... Не снаряды для огнемёта. Лишь бы это не это было. Потому что снаряды нам сейчас вообще ни к чему. Мы Маргарет победили. Именно у Маргарет эта хуйня была с... С врагами, которые побеждаются при помощи огнемёта. У остальных врагов такого не будет. Так. Применяем. И что же нам тут дадут? А нам дали это, народ! Нам дали, я не верю. Я не верю, но нам дали гранатомёт. Да. Это прямо радует. Патроны для дробовика. Зажигательные запасы. И нас ещё в инвентаре... Вот это уже что-то. Вот это уже... Вот это уже нормально что-то. Вот это уже меня радует. И ещё порох. А у нас на него нет места. Ну давайте здесь ещё используем психостимулятор. Тут что-то ещё вот лежит. Ой, отлично. Сейчас ещё сделаем аптечку. Ещё четвёртую аптечку сделаем. А у нас нет места на порох. Ну давайте, наверное, смешаем. А нам не с чем смешивать. Ну придётся побегать, придётся помотаться. Что теперь делать? Придётся, да, народ, придётся. Порох нам пригодится. Нам сейчас любая помощь не будет лишней. Любая абсолютно. Поэтому нам придётся повозвращаться. Открыть. Да. Придётся повозвращаться. И может по пути что-то ещё нам покажут психостимулятор. Вы, по сути, можно найти и так эти вещи. Ну... Если... Игрок невнимателен, как я, например, то... Это... Блядь! Тут трава. Я не могу её взять. Везунг, банк. Давайте, наверное, мы на него. Блядь. Бежим. Ой, идите нахуй сразу отсюда. Всё, я сохраняюсь. Давайте, наверное, мы так сделаем. Переставим. Переставим. Так, тут дробовика. Да, давайте, народ, наверное, переставим. Поставим на... Гранатомёт ручной работы. Может использовать разные боеприпасы. Я не знаю, сколько мы сейчас играем. В принципе, я не знаю, народ. Да, наверное, надо заканчивать. Потому что уже, честно, я не знаю. Наверное, давно мы уже играем. Сейчас соберём всё, что надо. И будем заканчивать. Вот, собственно, гранатомёт. Давайте мы поставим его. Ну... Короче, у меня есть идея получше. Как раз мы сейчас фугасные снаряды сделаем ещё. И сейчас мы, собственно, берём пока гранатомёт сюда. А вот... Ой, огнемёт сюда, а гранатомёт поставим. Гранатомёт мы поставим... Ну, что такое-то? Где он? А, вот. Вот сюда. Горелка сюда. Ну, как-то так. Как-то так. Ну, куча вороны, я думаю, нам уже точно не нужен. Теперь это уже, да. И эта фотография тоже нам не нужна. Всё. Всё, давайте возвращаться. Для... Чтобы взять порох. И не только порох. Там ещё что-то важное было на улице. Но там лизун. Ну, теперь у нас есть боеприпасы. Теперь нам бояться, собственно, нечего. Да. Теперь бояться, собственно, нечего. Так, а где? Куда заходить-то? А, сюда. Да, точно. Да, сука! Что за хуйня? Я ударил мышкой в клавиатуру случайно и, блядь, выстрелил. Здесь что за хуйня? Так, что у нас тут есть-то? О, что-то лежит. А, это дверь. Да ёб твою мать. Случайно выстрелил с дробовика. Мышкой подвинул клавиатуре и нажался. Блядь, нажала слева, потому что мышь сама по себе. Ну, не суть. Давайте, наверное, попробуем всё-таки убить. Убить лизуна. Ну, блин. Короче, это ещё нормал. Это ещё нормал. То есть на харде это было бы вообще капец. Печаль, беда. Так, где-то лизун. Тут трава. Ладно, давайте убьём его, да. И, думаю, уже надо заканчивать. Просела, блядь, опять. Чё за гуня? Я уже начинаю бояться. А лизун пропал куда-то. Не, я хочу испытать. Где он есть? Лиза, ты где? Лиза! Так, давайте ещё раз сохранимся, наверное. Просели кадры, народ. Что-то просели, не знаю почему. Просели, короче, кадры. Реально просели. Где лизун-то? Спарился куда-то. Ссыкло, блядь. Ну и иди нафиг отсюда. Всё, короче, сейчас наша цель подняться на второй этаж дома Бейкера. Вот этого вот дома, собственно. И там какая-то ещё, какая-то дверь со змеёй есть ещё точно, я помню. И там мы, наверное, и найдём, собственно, вторую карточку ключа. И, благо, мы восстановились по боезапасам. Вот. И теперь уже врагов можем не бояться. Но всё же убивать надо только тех врагов, которые реально стоят на пути. Которых можно бежать, лучше бежать. И лишний раз на них не тратиться. Вот вы видите, какая сложная игра на Нормале. Какая же будет она на Харде? Это ещё предстоит вам выяснить. Хотя я сам лично для себя на Харде её проходил. Это сложно. Сразу говорю, это сложно. Не суть. В общем, всё. Завершаем. Это была восьмая серия Resident Evil 7. Второй сезон, восьмая серия. Я много разглагольствовал, много ещё оббегал. А-ля первые части Resident Evil. Собственно, с вами был Кирилл Ржевский. Надеюсь, вам серия понравилась. Оценивайте, ставьте оценки. И пальцы вверх, там вниз, кому-то понравилось, не понравилось. Собственно, всем желаю успехов. Всем желаю удачи. И увидимся в следующей серии уже через две серии Детройда. Всё. Всем удачи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!